приветствую дамы и господа на сегодняшнем обзоре у нас будет водный камень от нортон двухсторонний размерами 831 выглядит это вот так вот выглядит это вот как то вот так вот 1400 грит значит что по камню характерно ну да такая красивая этикеточка как обычно пайк поставляются камни вот в таких коробках эта коробка подставка значит с этой стороны у коробки такие прорезиненные ножки для того чтобы она не скользила вот и так как камень водный чтобы он мог просыхать чтобы он не 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 потел и так далее не как это называется не зацвел такие технологические отверстия сделаны для того чтобы камень проветривался значит тысячная сторона написано сделано в мексике четырехтысячная в италии я так понимаю клеят это все дело в штатах вот такая вот сидуёвина значит камень исключительно бритвенный на мой взгляд для ножей он не годится сделан камень так называемом в японском стиле то есть не даже пишут часто на своих водников japan style камень мягкие прекрасно выделяет суспензию и для ножей есть большие шансы что его можно будет повредить значит сами нортон и они предполагают что вот эта часть будет оторвана и то есть тут камень себе лежит просыхает на этой части отдельно стоит работает но мы это дело ломать пока не будем хотя возможно камень себе оставлю и на вот такой вот подставочки это все дело укладывается вот так она все укладывается и можно работать работу камня покажу ссылку на видео с работой камня сделаю потому как у меня как раз есть мой вот этот подопечный который сейчас обрезали вот и на нем собственно я могу тестировать и заодно и и затачиваю опять же это тот эксперимент о котором я говорил предыдущих видео кто наблюдал за каналом знает в общем и целом бритва была полностью убита у нее было яйцо то есть она была вот такая вот ну то есть это ее кусочек мне просто надоело ее точить потому что вот эта часть сильно завален угол и соответственно мне надо еще немеряно было снять для того чтобы выйти на плоскость поэтому я принял решение вот эту часть отрезать у меня будет такая коротенькая бритва и собственно продолжить заточку потому как сейчас наконец-то я вышел на плоскость полностью то есть я уже работаю в подвод и могу ее затачивать здесь остается на бритве базовую заточку я проводил на кристаллоне немножко ее почистил то есть бритва сейчас выглядит вот так бритва трутвача советская старая древняя немножко почистил от коррозии и это самое сразу кстати могу сказать по поводу грубой работы на кристаллоне если вы видите то вот здесь вот у спинки есть некоторые такие риски ну вот и хорошо видно то есть вот камеру чтобы она блеснула это риски от грубого абразива от кристаллона наше мне приходилось достаточно серьезное давление проводить и вот как раз для бритв вот кристаллоны на мой взгляд не подходят потому за счет давления и малого угла там риска может выйти на вот эту вот часть если был угол был больше то соответственно зерно бы не вышло так зерно вышло на эту часть и и как бы мне теперь придется еще немножко в ритву это почистить но собственно настолько ушатанное что дополнительно пройтись шкурочка и поубирать эти риски не не является проблемой и это сделаю скорее всего до заточки потому как это начально начально это просто угол плюс к тому выяснилось что это бритва кривая но это вообще стандарт для совка потому собственно он если вы видите здесь подвод более или менее ровный с стороны а с этой стороны явно сейчас я покажу вот с этой стороны явно кривой здесь много здесь мало соответственно здесь где-то какая-то яма впалась какая-то или что-то еще причем это я лично я не мог сделать своей там тысячкой я сейчас курка и чуху это все дело тысячкой двух с половиной тысячкой поэтому яму такую накопать не мог не все делается вручную короче говоря бритва была кривая изначально соответственно вот это тот косяк со совковых бритв один из да который который не позволял с учетом того что абразива было мало опыта мало как как это все дело задачи то есть бритвы только подправляли вот это вот тот косяк который советских бритвах я так понимаю присутствовал и за счет этого советские бритвы не очень-то и скажем так любились котировались по сравнению с немцами там с англичанами или и так далее что касаемо стали стали здесь достаточно твердая поэтому у меня к ней пока претензий нету некоторые каверные за счет старости все же на кромку на подвод выходят так они не видны но они хорошо видны в лупу но я надеюсь что на саму режущую кромку это сидел они у не выйдет мне по итогу удастся показать сам процесс бритья именно вот этим огрызком да но это все на самом деле это лирика к этому еще будем возвращаться вот что касаемо этого камня значит тысячная сторона у меня ровная четырехтысячная сторона тут бы плоскость я начал пытаться делать и обнаружил что по какой-то причине вот эта часть ну то есть где-то 6 дюймов 6 дюймов где-то вот так вот получается тут здесь все хорошо а вот здесь какой-то перепад и мне так кажется что связка мягче то ли ну так как я камень брал бушный то ли возможно это косяк заводской возможно это просто его или перемочили или пересушили или переувлажняли и так далее то есть эту сторону целесообразно замачивать эту сторону замачивать нецелесообразно о да такой вот торчик то есть для на самом деле начальных работ по заточке бритвы я считаю что этот камень очень хорошо подходит по той простой причине что аналога может выступить например на него чазера в этих зернистостях и насколько я помню комбинированных у них особо нету соответственно в такой ценовой политики этот камень стоит в районе но если в новом виде то где-то в районе 90 долларов плюс пересылка то есть где-то в сто десять сто пятнадцать долларов если вы будете напрямую заказывать без накруток то вы его можете заиметь по на ниве насколько я знаю тысячник ну да там полномерное собственно это несколько дороже но тысячник стоит не говорили в районе что-то 45 50 трехтысячник трехтысячник то лет нет по-моему тысячник в районе 70 что-то а трехтысячник в районе 90 долларов ну короче говоря получается несколько дороже то есть в принципе этот нортон можно можно пытаться покупать вот хотя опять же если есть возможности у вас есть японские камни то пожалуйста пробуйте что еще можно сказать боюсь для ножей для стамесок тогда этот камень слишком мягко то есть есть большие нюансы повреждения бритва как раз та которая работает без давления и на которой хорошо работает суспензии я думаю что с этим с этим камнем будет дружить и еще опять же я же говорю я покажу работу покажу скорость каменью очень быстро будь то тысячник будь то четырехтысячник вот я думаю что никто разочарован не будет собственно в данном случае можно говорить о том что нортоны как всегда на высоте но опять же для себя я вижу на сегодняшний день область применения только бритвы говорить о ножах не приходится разве что японские ножи но там опять же я бы все же при предлагал бы приобретать не нортон для заточки японских ножей а японские камни мне кажется они больше подходят а вот для бритв мне кажется что данный камень он подходит оптимально ну вроде как все рассказал в общем то как всегда у нортонов сделан добротно я еще просто буду погодником не едет полный набор я не вам еще буду разговаривать показывать в данном случае это камень вот скорее бритвенный камень водный для первичные там средние заточки от компании нортон вполне себе конкурентно способное предложение опять же на мой взгляд вот в общем такой вот камень в обзоре был ну дальше как обычно нравится ставьте лайки через какое-то время запишу видео по работе камня и на канале сделаю ссылку на то что где где можно посмотреть по работе посмотреть его скорость посмотреть частоту все всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока